всем доброго времени суток меня зовут надежда я рада приветствовать вас у себя на канале сегодня хочу предложить вам вот такой вот узор в вашу копилку узоров узор рельефный двухсторонний так он выглядит с лица вот так он выглядит с изнанки узор имеет довольно широкий спектр применения можно вязать таким узором кардиганы джемпера свитера шапки с нуды палантин если что хотите в принципе пледы мочалки и многое другое я надеюсь вы найдете применение данному узору ну а кому интересно как он провязывается подписано оставайтесь со мной а я покажу на спицы самым обычным способом я направила 16 петель в них входят а 12 петель это три раппорта узора плюс 2 петли для симметрии 2 петли кромочные так вяжем первый ряд первую кромочную петлю мы снимаем далее вяжем все петли лицевыми нет не считая кромочную последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей провязали первый ряд разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд мы с вами вяжем полностью изнаночными петлями первую кромочную петельку снимаем и до конца ряда провязываем все петли изнаночными включая нашу кромочную петлю кромочную провязали изнаночной также хвостик подтягиваем чтобы у нас вязание не было расхлабанным и разворачиваем на лицевую сторону вяжем лицевой следующий ряд первую кромочную петлю снимаем провязываем 2 петли лицевые провязали третью петлю лицевую мы ее снимаем не провязывая нить за работой и это первый раппорт нашего узора так провязываем до конца практически не довязывая 3 петель 2 петли лицевые 1 2 3 петля лицевая снимаем не провязывая нить за работой 2 петли лицевые 1 петля лицевая снимаем не провязывая нить за работой нас остается на спице с вами 3 петли это 2 петли симметрии и последняя кромочная их провязываем 2 петли лицевые и последняя кромочная изнаночной петлей довязали лицевой ряд до конца разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд и он даже вяжем следующим образом первую петлю кромочную снимаем 2 петли лицевые провязали дальше у нас идет третья петля которую мы снимали не провязывая ее мы также в этом ряду снимаем не провязывая нить у нас остается перед работой снимаем не провязывая нашу петлю дальше 2 петли лицевые низ перед работой снимаем петлю не провязывая две петли лицевые вниз перед работой снимаем петлю не провязывая 2 петли лицевые низ перед работой снимаем петлю не провязывая дальше у нас остается на спице 3 петли это нас две петли симметрии и кромочная петля их мы провязываем 2 петли лицевые и последнюю кромочную провязываем изнаночной петелькой провязали наш ряд до конца изнаночной и разворачиваем на лицевую сторону и мы с вами провязали 1 раппорт узора в высоту и так повторяем количество раппортов в высоту как нужная вам начиная с первого ряда с лицевых петель в итоге провязав несколько раппортов в высоту вот такой рисунок у меня получается так он выглядит с лицевой стороны и вот так вот он выглядит изнаночной как с лицевой так с изнаночной стороны узор нам изглад выглядит довольно эффектно если была сегодня для вас полезно ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал нажимай не забывайте нажимать серый колокольчик чтобы не пропускать интересные видео для вас а у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока пока